В данном видео показан процесс печати изделий на 3D принтере. В программе подготавливается 3D модель. Модель может быть подготовлена с нуля или отсканирована на 3D сканере. Подробнее о работе с 3D сканером вы можете узнать из нашего видео по подсказке сверху. Готовую модель загружают в программу для просчета. Здесь ее масштабируют и задают положение для печати. Затем программа анализирует деталь. Под моделью вырисовывается поддержка. А также просчитывается время печати детали. Модель сохраняется и можно приступать к печати. В начале работы выбирается используемый тип пластика. Принтер начинает нагреваться до нужной температуры. Устанавливается катушка с пластиком. Пластик обрезается под 45 градусов. Устанавливается на специальный держатель и подается к печатающей головке. При достижении нагретой печатающей головки пластик плавится. Перед началом печати излишки пластика убираются. Принтер готов к печати. Выбирается нужная модель. Стол и печатная головка нагреваются до нужной температуры, заданные в модели. При нагреве из печатной головки выступают частички пластика, которые убираются. После нагрева принтер приступает к калибровке. Печатная головка устанавливается в нулевую позицию, калибруется стол. Затем идет автоматическая калибровка по 16 точкам. По окончанию калибровки принтер прогоняет пластик через сопло. Пластик убирают во избежание наложения основы. Принтер приступает к печати. Первым этапом очерчивается область, внутри которой будет произведена модель. Затем приступает к печати самой модели. Некоторые модели могут печататься без поддерживающей основы, но данная модель объемная, поэтому для нее сначала печатается поддерживающая подложка. Для ускорения печати модель будет произведена горизонтально. Основа будет поддерживать модель, так как печать не может происходить в воздухе. Она печатается в виде горизонтальной сетки, на которую постепенно накладывается модель. Печать подложки занимает значительную часть времени. В ходе печати стол остается нагретым, благодаря чему модель остается приклеенной к нему, и это не дает ей сдвинуться с места в процессе печати. Принтер приступает к печати модели. Степень внутреннего заполнения выбирается при создании 3D-модели. Данная модель будет изготовлена с толщиной стенок 1,2 мм. Постепенно на подложку накладываются слои модели. Вы также можете посмотреть видео о создании декора на ЧПУ-станке по подсказке вверху. В зависимости от деталей выбирается способ создания мастер-модели. На ЧПУ-станке предпочтительно резать детали с плоским основанием, это занимает меньше времени. В то время как объемные детали быстрее и качественнее производить на 3D-принтере. ЧПУ-станок способен вырезать объемную деталь только частями, что усложняет процесс ее создания. Ведь все изготовленные детали необходимо склеить между собой, довести все швы и только тогда снимать форму. В то время как от напечатанной модели снимается основа, обрабатываются места соединений и модель готова к производству формы. Через 16 часов непрерывной печати модель практически готова. Продолжение следует... В ускоренном видео можно увидеть движение стола и печатной головки, а также подачу пластика. Продолжение следует... Продолжение следует... Печать завершена. Так выглядит модель после окончания печати. Продолжение следует... После завершения печати стол и печатающая головка начинают остывать. Сразу снять модель невозможно, так как она хорошо приклеена к нагретому столу. После остывания стола модель снимается. Продолжение следует... Производный автомобиль... Продолжение следует... Модель отделяет от поддерживающей основы. Продолжение следует... Более подробно о производстве силиконовых форм и отливке объемных деталей из гипса вы можете узнать из нашего видео по подсказке вверху. Отдельно печатается подставка. Сама по себе она будет напечатана за полтора часа, в то время как вместе с моделью она значительно бы удлинила время печати и поддержка модели вышла бы еще больше. Поэтому при печати модели выбирается самый оптимальный вариант и положение. Подставка склеивается с основной моделью. Производство готовой детали заняло 27 часов. В следующих видео мы покажем процесс обработки и создания силиконовой формы на основе данной модели. Следите за новыми видео. После производства формы изделия будут отливаться из гипса и полиуретана. Подробнее об отливке объемных изделий из полиуретана вы можете узнать в нашем видео по подсказке вверху. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, задавайте интересующие вопросы. Посмотрите также другие наши видео, в которых мы делимся опытом и рассказываем о всех тонкостях нашей работы. Подписывайтесь на наш канал! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok